Украсть праздник не сценарий новогодней ёлки, а вполне реальная мошенническая схема. В Пенинскую полицию уже поступили 4 заявления о мошенничестве в организации детских праздников и корпоративов. Причём праздник и деньги, как и показывает практика, пострадавшие доверили вовсе не людям с улицы. Подробности в репортаже Ольги Сайгановой. Вот даже вообще, вот даже лицо незнакомое, вот вообще не видела. То есть даже если сталкивались, не запомнилась. Да, да. Вообще незнакомый человек. Человека без особых примет Савелия Северьянова не запомнили даже предполагаемые соседи. Друзьям и знакомым он рассказывал, что владеет одной из этих квартир, но обе двери хранят молчание. Во-первых, заявление в пензенской истории колоритного ведущего о пропаже человека и потере паспорта. Мы работали больше полугода вместе с ним. Никаких подозрений он вообще не вызывал. То есть обычный весёлый мужик. Был случай, то есть нам нужно было поехать за речной, проводить игротеку. Отдал ему паспорт и как бы он пропал. На нём висит, так сказать, невыпученная зарплата за полтора месяца в размере 20 тысяч рублей. Я сначала не поверил. Я думаю, что что-то случилось с ним, потому что не мог он так поступить. Паспорта самого Савелия не видел никто из его знакомых. Мужчина исчез в ночь на 25 декабря за несколько часов до того, как должен был организовать детский праздник на 500 человек. В Пензу он приехал около года назад и активно взялся за общественную жизнь. Одна из тех, кто знал о гастролёра дольше всего. Девушка на банковскую карту, которой для него периодически переводили деньги. Я не знаю, так играть это. Ну, видимо, уже всё продумано. И меня не вызывало подозрения, что у него нет, у него карточки нет. Сокон говорил, что у него нет, ему это не нужно. Но паспорт он никогда с собой не носил в силу того, что говорил, я его так часто теряю. Он постоянно стал говорить, что у него какие-то тараканы, ему нужно разобраться в себе, что у него проблема. Сколько в общей сложности он вам должен остался? Ну, в общей сложности, получается, с учётом того, что не заплатил из-за работы, соответственно, это 55-400. Единственная зацепка, указывающая на личность, вот эта ксерокопия паспорта. Позднее потерпевшие пишут, данные поддельные для затратной ёлки. Савелий за три месяца собирает целую команду. В основном из тех, кто думал, что знал его. Он предложил, говорит, вот есть глобальный такой праздник. То есть, ну, обычная схема, то есть иногда приходится какие-то деньги свои вкладывать. Он предложил, говорит, ну вот, давай в лоб. Не, он хороший подарок нам сделал на Новый год. Вот, в кавычках. Я думаю, что мы теперь будем умнее. На странице Савелия в социальной сети все приметы коммуникабельного человека. Хорошая музыка, анекдоты и по иронии объявления о пропаже людей. В основном в них фигурируют дети и подростки. Именно через детей пропавший и вызвал доверие, признается представительница компания, которая и заказала ту самую ёлку. В пятницу накануне он отзвонился мне, сказал, что вот одни из ребят, с которыми он договаривался, пиротехники, не соглашаются работать без предоплаты. Он приехал, а я к тому моменту подготовила деньги, чтобы оплатить всем участникам, артистам, контактному зоопарку, который тоже он приглашал. Много было участников. И он, увидев у меня эти деньги, говорит, я тебя очень прошу, вот если можно, дай мне, я сам с ними рассчитаюсь. Я с ними договаривался, я им прямо отдам. Зачем я согласилась? По фотографии, схеме действия этого человека узнали в Тольятти. Оттуда он исчез в августе-сентябре 2015-го. Алексей Умнов, как он представлялся, прошел испытательный срок на 5+. Мы ему поставили оклад и начали продолжать работать с ним. А совсем недавно ко мне обратились ребята с Пензы, сказав, что вы знаете этого человека. И сразу понял, что это наш чудный Алексей. Он запланировал очень крупное событие в городе. То есть взял предоплату с, так скажем, с влиятельных людей из Тольятти. На следующий день я узнал, что человек исчез. Мы знали, что он поедет в Пензу. Мы докладывали об этом в полицию. Почему? Потому что через карточку нашего сотрудника ему, то есть он делал перевод за оплату билета в Пензу. В Пензе Алексею никто не помешал стать Савелием. Пострадавшие планируют написать коллективное заявление о мошенничестве к тому, которое уже подала фирма-заказчик. В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению несохождения подзрываемого. Потерпевшие уже предполагают, что сейчас по схожей схеме мужчина начинает действовать в другом регионе по Волжье, став новой личностью. Ольга Сайганова, Сергей Малин, Вести Пенза.